эй всем рока печеньки друзья сегодня мы поговорим о таком явлении как хейт что это такое почему это происходит и как на это реагировать слово хейтер происходит от английского что переводится как ненавистник в основном это проявляется в интернете когда люди ненавидят чужое творчество или деятельность и пытаются показать это всевозможными способами для нас это уже обычное дело часто хейтят в различных вк-группах типа пронюхана религиозной фанатики уже не знают как придумать новый фейк а на стримах иногда появляются но очень интересные личности но еще важно не путать хейт с критикой критика это обсуждение разбор чего-либо чтобы вынести оценку появление ошибок разбор аналитика и так далее критик всегда объясняет озвученную позицию поэтому я положительно отношусь к таким комментариям часто прислушиваюсь к ним чтобы что-то улучшить и доработать хейтеры же отличаются не объективностью агрессии пишут обидные комментарии намеренно провоцирует тебя инициирует ссору и такое в любой субкультуре не редкость причины для ненависти у хейтеров бывают разные например личная неприязнь раздражает чужой успех то есть она же зависть или же просто у него сегодня плохое настроение зачастую такие люди отрицательно мыслящие который повсюду видит только плохое ищут чужие недостатки и подтверждая собственное превосходство чтобы хоть как-то повысить свою значимость используют черный пиар так как громко высказанное отрицательное мнение всегда привлекает очень много внимания один норвежский кинорежиссер которого зовут керри ли он три года путешествовал по миру он выявил причины поведения хейтеров по итогам путешествия был снят документальный фильм ссылка будет в описании под роликом сам же режиссер сделал следующий вывод многим людям одиноко они чувствуют отдаленность общества многие из встреченных мной являются бывшими жертвами издевательств мы не можем закрыть глаза если хотим изменить способ общения в интернете сейчас важно слушать эти голоса и так если ты занялся какой-либо публичной деятельностью или творчеством нужно быть готовым к хейту чтобы не делать ошибок например тебе написали отрицательный комментарий можно его удалить попытаться оправдаться или вовсе ответить что-то обидное но я не советую этого делать для начала стоит проанализировать отзыв если это критика то используй это для себя поблагодари комментатора и при необходимости всегда можно попросить подробнее описать его мысли или что-то объяснить адекватный человек всегда аргументирует свою позицию и подобный диалог будет для тебя полезен если же это хейт то спор и общение бесполезны и лучшая тактика это игнорирование либо дать например шуточный ответ как я и говорил ранее главное для хейтеров это скандал а если вы пожелаете хорошего дня ему в ответ то своего он не добьется и еще один мой совет не надо блокировать людей только при крайней необходимости так как при всей негативности хейтеров они повышают вам количество просмотров и активность увеличивают вовлеченность аудитории и теперь мы переходим к самому популярному вопросу по этой теме как же нам избежать хейт увы друзья никак хейтеры это неотъемлемая часть популярности никто не будет обсуждать и хейтить малоизвестных людей или неизвестной субкультуры и тому подобное а у тебя будет выбор прекратить свою деятельность и уйти с субкультуры или же научиться правильно на это реагировать всегда нужно понимать что нельзя нравиться всем найдутся недовольные вашим творчеством споры бессмысленны а ваша злость будет свидетельствовать о победе хейтеров именно подобные реакции они и ждут провоцируют тебя хотят вывести из равновесия не допускай этого насчет этого есть интересное правило 30 процентов которое прозвучало в книге джеймсона алтучера ваша аудитория всегда делится на три части треть любит вас треть ненавидит а треть пройдет мимо держитесь любящих вас людей игнорируйте остальных как я и говорил в начале ролика нас часто пытаются оскорбить пытаются очернить использует фейк информацию подмену понятий и просто пишут оскорбительные комментарии или даже угрозы негативная реакция была и будет всегда не позволяй хейтером портить тебе настроение никогда не отказывайся от того что нравится тебе и будь собой в мире есть люди которые способны тебя понять и поддержать их и нужно держаться а сейчас всем рока печеньки друзья и до скорых встреч в следующем выпуске